Если насекомые не летают вокруг нас с жужжанием и не кусаются, мы часто не обращаем на них внимания, а иногда даже находим их милыми и забавными. Бабочки с яркими крыльями или божьи коровки могут вызвать улыбку у любого. Но стоит помнить, что среди этих маленьких созданий есть и такие, которые могут быть опасными для человека. Ядовитые, агрессивные, с защитными механизмами, которые могут навредить. Таких насекомых лучше обходить стороной. Как раз о них мы сегодня и расскажем. Муха Цеце. Муха Цеце – это одно из самых опасных кровососущих насекомых на планете. Внешне она может показаться безобидной, ведь ее размер всего 6-15 миллиметров, и на первый взгляд она ничем не отличается от обычной мухи. Но ее укус куда опаснее. У мухи Цеце есть крошечные зубцы, которые глубоко вонзаются в кожу жертвы, оставляя не только болезненные ранки, но и перенося с собой опасные инфекции. Одним из самых серьезных заболеваний, которое распространяет это насекомое, является африканский трипоносомоз, или сонная болезнь. Это заболевание поражает нервную систему человека, вызывает лихорадку, слабость, а затем приводит к тяжелым осложнениям, вплоть до летального исхода, если вовремя не начать лечение. Муха Цеце встречается в основном в Африке, и ее можно узнать по характерному желтоватому или коричневатому оттенку. Всего насчитывается более 20 видов этих насекомых, каждый из которых опасен для человека и животных. Она обитает в густых тропических лесах, саваннах и влажных местах у рек, и в этих регионах муха Цеце представляет настоящую угрозу для местного населения. В отличие от комаров, которые прокалывают кожу, муха Цеце действует агрессивнее. Ее зубцы буквально рвут кожу, вызывая боль и отек. После укуса может пройти несколько недель, прежде чем проявятся первые симптомы сонной болезни, такие как усталость, головная боль и ломота в теле. Без лечения болезнь может привести к потере сознания, коме и смерти. Хотя внешне она выглядит непримечательно, муха Цеце представляет собой одного из самых опасных переносчиков болезней в мире. Гусеница-убийца. В Южной Америке живет одна из самых опасных гусениц в мире. На ее совести каждый год несколько человеческих жизней. На первый взгляд, она может показаться обычной, но ее внешний вид обманчив. Эта гусеница покрыта мелкими щетинками, которые выделяют опасный яд, ставший причиной множества трагедий. Если человек случайно дотронется до нее или, что еще хуже, проглотит, токсин, находящийся в щетинках, может привести к серьезным последствиям. Эту гусеницу прозвали гусеница-ассасин или гусеница-убийца. Хотя на самом деле это всего лишь личинка бабочки-павлиноглазки, известной под латинским названием лономия обликва. Но несмотря на свои скромные размеры, яд этой гусеницы способен вызвать у человека симптомы, которые могут включать сильные кровоизлияния, проблемы с коагуляцией крови и даже гангрену по всему телу. Один из самых страшных эффектов токсина – это то, что он препятствует свертыванию крови, и любое кровотечение становится смертельно опасным. В особо тяжелых случаях яд может привести к кровоизлиянию в мозг или другим фатальным последствиям. Даже небольшого контакта с этим насекомым достаточно, чтобы вызвать серьезные проблемы со здоровьем, и иногда такие случаи заканчиваются смертью. По данным ученых, за последние годы гусеница-павлиноглазка стала причиной более 500 случаев отравления. Так что если вы окажетесь в тропических лесах Южной Америки, будьте особенно внимательны и не дотрагивайтесь до таких на вид безобидных существ. Муравей-пуля. Самый болезненный укус насекомого в мире принадлежит муравью-пуле, и его по праву считают настоящим чемпионом в этом неприятном соревновании. Это самый крупный муравей на планете, и его жалящее оружие вызывает невероятную боль. Рабочий муравей достигает длины примерно 2,5 см, и его часто принимают за осу только без крыльев. Даже королева не сильно крупнее своих подданных. Муравьи-пули покрыты рыжевато-коричневыми волосками и выглядят гораздо волосатее, чем другие муравьи. Эти насекомые обитают в тропических лесах Центральной и Южной Америки и с виду могут показаться безобидными. Но их жало – это настоящая пуля боли. Недаром муравей получил свое имя, ведь укушенный человек испытывает боль, сравнимую с огнестрельной раной. Яд, вышедший через жало, вызывает невыносимую агонию, которая может длиться до целых 24 часов. По шкале силы ужалений Шмидта, которая оценивает уровень боли от укусов насекомых, муравей-пуля занимает четвертый уровень, самый высокий из всех. Только представьте, насколько мучителен этот укус, если его сравнивают с попаданием пули. Амазонская гигантская скалопендра Амазонская гигантская скалопендра, чья длина может достигать впечатляющих 35 сантиметров, заслуженно носит звание самой большой скалопендры в мире. Эти гигантские многоножки обитают в густых тропических лесах Южной Америки и на Карибских островах, где они являются настоящими хищниками. Тело скалопендры состоит из 21-23 сегментов, и каждый сегмент снабжен мощной парой ног, что делает это создание не только быстрым, но и смертоносным. Особенностью амазонской скалопендры является ее чрезвычайная агрессивность и нервозность. Встретив врага или добычу, она мгновенно вступает в бой, обхватывая его своими многочисленными ногами, и в этот момент жертва оказывается в настоящей ловушке. Ее хватка настолько крепкая, что мелким животным, таким как грызуны, лягушки и даже небольшие птицы, не удается вырваться. В сражении с такой жертвой скалопендра используют свой сильный яд, который парализует или убивает противника. Для мелких животных этот яд смертелен. Однако для человека он не представляет угрозы жизни, хотя может принести много страданий. Укус амазонской скалопендры вызывает резкую боль, которая может сохраняться длительное время, а также озноб, лихорадку и сильную слабость. Некоторые пострадавшие даже отмечали, что боль от укуса скалопендры была настолько сильной, что ее можно было сравнить с болью из-за опасных насекомых, вроде муравья-пули. Для тех, кто отправляется в путешествие по тропическим лесам Южной Америки, встречи с такой скалопендрой стоит избегать. Но для ученых и любителей природы это создание является по-настоящему удивительным примером того, как многоножки эволюционировали, чтобы стать мощными хищниками в своем мире. Бродячие муравьи Бродячие муравьи – это настоящие путешественники мира насекомых. Их колонии, насчитывающие до 22 миллионов особей, буквально кочуют, перемещаясь на новое место каждый день. Эти муравьи могут уничтожать всех, кто встречается им на пути, включая насекомых, змей, птиц и даже млекопитающих. Именно благодаря такой способности они могут продолжать свое движение, не испытывая голода. Наибольшее распространение бродячие муравьи получили в Африке, они предпочитают обитать в лесах. При встрече с жертвой они сразу же используют свои мощные режущие челюсти, которые разрывают добычу на части. Иногда они даже взбираются на деревья и кустарники, чтобы лучше видеть своих жертв. Эти муравьи двигаются быстрыми толпами, и несмотря на то, что один муравей не представляет угрозы, стая из миллионов особей превращается в настоящую машину для уничтожения. Бродячие муравьи отличаются внушительными размерами. Их длина может достигать до двух с половиной сантиметров, что делает их действительно устрашающими на вид. Их координированные атаки напоминают сцены из фильмов о нашествиях насекомых. Если они встречают добычу, стая моментально набрасывается на нее, используя коллективную силу и бесстрашие, чтобы разорвать жертву на куски. Людям не стоит недооценивать этих насекомых, особенно если они оказываются на пути движущейся колонии. Даже несмотря на свои небольшие размеры по сравнению с более крупными животными, бродячие муравьи способны атаковать и людей, причиняя сильную боль своими укусами. Их стратегия нападения – не одиночные удары, а массовые атаки, в которых участвуют тысячи муравьев. Азиатский гигантский шершень Азиатский гигантский шершень – крупнейший вид шершней в мире, который обитает в Восточной Азии, особенно в горных районах Японии. Эти шершни известны своей невероятной агрессивностью и бесстрашием. Их главная мишень – медоносные пчелы, которыми они кормят своих личинок. Из-за этого они часто нападают на ульи, разрушая их полностью. Особая опасность этих шершней заключается в их мощных мандибулах – челюстях, с помощью которых они быстро уничтожают пчел. Один азиатский гигантский шершень способен убить до 40 медоносных пчел менее чем за одну минуту, разрывая их на части с удивительной скоростью. Но главной угрозой для людей является их жало. Шершень обладает 6-миллиметровым жалом, которое впрыскивает яд, способный разрушать человеческие ткани. Это делает укусы не только болезненными, но и опасными для жизни, особенно если атака происходит массово. В 2013 году в Китае произошел инцидент, когда массовые нападения этих шершней привели к гибели более 40 человек, и более 1600 человек пострадали от укусов. Эти шершни не только нападают на свои жертвы с огромной скоростью и силой, но и имеют способность организовываться в группы для нападения, что делает их еще более опасными. Ого, никогда бы не подумал, что шершни могут быть настолько опасными. Овод. Эти мухи известны своим хитроумным способом распространения яиц, который наносит серьезный вред не только животным, но и людям. Самка оводовой мухи откладывает яйца на поверхность других насекомых, таких как комары или обычные мухи. Когда такие переносчики касаются кожи животного или человека, яйца быстро реагируют на тепло и вылупляются. Личинки буквально проникают сквозь кожу, вызывая болезненные воспаления и заражения. После того, как личинки проникают под кожу, они создают небольшие подкожные узелки или язвы, где продолжают развиваться. Эти язвы могут вызывать сильное раздражение, зуд и боль, особенно у животных, которые часто становятся жертвами таких нападений. Домашний скот, зараженный личинками оводов, страдает от ухудшения состояния здоровья. Животные теряют массу, у них нарушается аппетит, а в некоторых случаях возможны серьезные инфекции, которые могут привести к смерти, особенно значительные потери в тропической Америке. По статистике, ежегодные потери в производстве говядины из-за этих насекомых могут достигать огромных объемов. Зараженные животные теряют значительное количество веса, что сказывает на качестве мяса, а также требует затрат на лечение и ветеринарную помощь. Для борьбы с оводами фермеры используют различные методы, от химических средств и препаратов до физических способов защиты, таких как сетки и репелленты. Однако полностью избавиться от этой проблемы довольно сложно, особенно в регионах с теплым климатом, где эти мухи активны круглый год. Пушистая гусеница. Эта гусеница, несмотря на свою милую и пушистую внешность, на самом деле одна из самых опасных в США. Ее пушистое тело напоминает шиньон или даже маленькую плюшевую игрушку, что делает ее особенно привлекательной на первый взгляд. Однако прикасаться к ней – большая ошибка. Под мягкими волосками скрываются ядовитые шипы, которые могут вызвать серьезные последствия. Укус этой гусеницы не только причиняет мучительную пульсирующую боль, но и может вызвать целый ряд неприятных симптомов. От сильного жжения и сыпи до серьезной опухоли и болей по всему телу. Некоторые люди, получившие укус, сталкивались с головными болями, тошнотой и даже шоком. Внешне она имеет форму капли или слезы и встречается в разных оттенках – от желтого и серого до красновато-коричневого. Эта гусеница обитает в основном во Флориде, но ее также можно встретить в других регионах, таких как Нью-Джерси и Техас. Выглядит она привлекательно, но лучше любоваться ею издалека, ведь ее ядовитое прикосновение может доставить серьезные неприятности. Как вы думаете, смогли бы вы устоять перед тем, чтобы потрогать это пушистое создание? Муравей-жнец – одно из самых ядовитых насекомых в мире. Его яд настолько мощный, что всего несколько укусов могут быть смертельными для мелких животных, а для человека сотни укусов могут привести к летальному исходу. Яд муравья состоит из сложной смеси аминокислот, пептидов и белков, что делает его невероятно токсичным. Интересно, что его яд в 12 раз сильнее, чем у медоносной пчелы. Когда муравей-жнец атакует свою жертву, он использует свои мощные челюсти и одновременно впрыскивает яд. Одного укола достаточно, чтобы вызвать сильную боль, но настоящая опасность начинается, когда муравей выбрасывает в воздух специальные химические сигналы – феромоны. Эти феромоны подают сигнал другим муравьям в колонии, и они тут же присоединяются к атаке. В результате человек может подвергнуться нападению сразу целого роя насекомых. Особенностью муравья-жнеца является его невероятно болезненный укус. По шкале силы ужалений Шмидта, которая оценивает степень боли от укусов насекомых, укус муравья-жнеца находится на третьем уровне ИС-4. Боль, вызванная его укусом, может длиться от 4 до 8 часов, причиняя сильные страдания. Насекомые могут быть не только забавными или милыми, но и таить в себе серьезную опасность. Некоторые из них обладают невероятными защитными механизмами, которые способны причинить вред человеку. Как бы безобидно не выглядели эти создания, лучше держаться от них подальше. Если вы любите приключения и хотите узнать больше о том, как природа скрывает свою силу, то оставайтесь с нами. А какие насекомые кажутся вам самыми интересными или опасными? Напишите в комментариях и, возможно, в следующем выпуске мы расскажем о них. А для всех тех, кто мечтает принять участие в создании следующего выпуска нашего канала, у нас есть замечательная возможность. Если вы владеете навыками видеомонтажа, умеете работать с графикой или озвучкой, пишите креативные и захватывающие сценарии, тогда мы ищем именно вас. Мы будем рады видеть вас в нашей дружной команде и дать вам шанс реализовать свои идеи. Ваше творчество и опыт могут стать частью наших новых интересных проектов. Пишите нам в Telegram-бот, ссылка на него уже в описании, и давайте вместе создавать крутые ролики для нашего канала.